Следующее слово мне хочется передать Ольге Анатольевне Мироновой. Ольга Анатольевна курирует малый агробизнес, малые формы хозяйствования и кооперацию, в том числе, и переработку. Так что она самый близкий и самый важный для присутствующих человек в Министерстве сельского хозяйства. Спасибо, Алина Васильевич. Если позволите, мы можем от рекламы отойти и начать свое выступление с приятной миссией. Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации номер 50 ПЗ от 26 сентября 2016 года о награждении ведомственной наградой за заслуги в агропромышленном производстве активную общественную работу и поколения и плодотворный ремонт приказывают присвоить звание почетной работы в агропромышленном области России Железной Любови Дмитриевне, директору общего сельского хозяйства и лечения фирма «Маряк» за наградский район Ростовской области. Евгений Васильевич Громыко, заместитель министра. Аплодисменты Любови Дмитриевна, это не высокая рентабельность, это люди, это сложность с сетями, это масса вопросов, но вот Любовь Дмитриевна на своих плечах женских, но с серьезной такой железной фамилией. Вот она в сердце, она мотор и маяка, предприятие перерабатывающее, и, наверное, меня поддерживают, и кооператива. И вот мы, у нас здорово вам приятного и достойной, заслуженной наградой. Спасибо. Служу России, Зельнаградскому родному району, Ростовской области. Спасибо вам большое. Тема моего сегодняшнего выступления – новый порядок субсидирования агросектора, на что рассчитывать фейнеров, на что рассчитывать сельхозкоператива. На сегодняшний день это очень актуальная тема, начало года. Много новых моментов, о которых я постараюсь сказать в течение отведенного моего времени. И если нужно будет где-то поподробнее остановиться, постараюсь максимально, понятно, максимально город в ответ. В 2017 году на развитие сельского хозяйства предусмотрено 3,9 миллиарда рублей. Я не буду подробно говорить, сколько областной, федеральный, да, в общем направлении, в общем цифры, да? Да. Из них 80% или 3 миллиарда рублей пойдет на развитие агропромышленного комплекса. Остальные средства пойдут на социальное развитие села. С 2017 года существенно меняются подходы по предоставлению средств федерального бюджета. В единую субсидию, которая с 2017 года, в таком понятии, объединяется 18 направлений господдержки. Это и на поддержку племенного животноводства субсидия. Товарно-молочное поголовье ГРС, тангорумное полу-тангорумное овцеводство, поддержка лесоводства, поддержка элитного семеноводства. Закладка, уход, установка шпалеры, раскорчевка виноградников. Закладка, уход за нагляними, плодовыми, ягодными насаждениями. Процентная ставка по краткосрочным самым кредитам на переработку, эти короткие кредиты, только до 31 декабря 2016 года, которые были оформлены в ЗИТ. На размещение части затрат по страхованию, на размещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйственной, также до 31 декабря 2016 года. Поддержка овцеводства, гранты на поддержку начинающих фермеров, гранты на развитие семейных животноводческих ферм, гранты на развитие материально-технической базы. Эти 18 направлений объединяют единую субсидию, и на это направление общее отводится 1,8 млн. рублей. Объединение нескольких направлений позволит нам оперативно вносить изменения в законодательство, тем самым быстрее доводить деньги до сельхозговоропроизводителей. Что касается субсидий на оказание несвязанной поддержки, на развитие регулярации и на субсидирование инвестиционных предметов, на повышение продуктивной цифровой с малышей, нанотравленной так же, они единую субсидию не входят и будут предоставляться отдельно. После дорога будет заключено соглашение с Москвой в феврале 2017 года. В настоящее время вместе с Москвой разрабатывается нормативная документация. Эта работа планирует завершиться в феврале, и на предпоследовательном совещании в февраль-март полностью подробно доведена будет информация до сельхозговоропроизводителей. Также с 2017 года мы слышим о льготном предметовании. 29 декабря восстановлением правительства Российской Федерации утверждены правила предоставления с федерального бюджета субсидии российским предметным организациям на возмещение части затрат, недополученных и недоходов по кредитам. Так называемая льготная ставка. То есть с 1 января 2017 года предприятие имеет возможность получить в полномочном банке кредит по льготной ставке не менее 1% и не более 5% годовых. Заемщик самостоятельно выбирает уполномоченный банк для получения льготного кредита и в соответствии с требованиями выбранного банка предоставляет документы. Максимальный размер кредита до 1 года не более 1 млрд рублей, а размер инвестиционного кредита не ограничен. Привлекает ценно срок от 2 до 15 лет. Согласно правилам, субсидии будут предоставляться уполномоченным банкам в размере 100% ключевой ставки Банка России на основании соглашения о предоставлении субсидий заключенными банками и Минсельхозом. К уполномоченным банкам относятся Юникрид, Кредитбанк, Газпромбанк, ВТБ, Альфа-Банк, Сбербанк, Банк Открытия, Росбанк, Промсвязьбанк, Райфазинбанк и Усельхозбанк. А также иные банки, которые соответствуют требованиям пределом, не буду их зачитывать. Хочу обратить внимание, что центр инвест не попадает под требования от города, которые не будут выдавать льготные кредиты. Это наш банк, который интересен нашим сельхозпроизводителям. Сейчас уже людям, сельхозпроизводителям, которые хотят получить короткие кредиты, длинные, необходимые банки, с целью, чтобы было понимание у нас, сколько необходимых кредитной массы, чтобы мы могли планировать, сколько предусмотреть. Есть представители банка в этой аудитории, и если вдруг какие-то вопросы возникнут, хотя еще механизма и порядка, как я уже сказала, выше, не отработанных, скажем так, но тем не менее уже в банк идти, прорабатывать, смотреть. По субсидиям я не буду больше углублять продукты. Информация по грантовым поддержкам христианских и потребительских оперативов. Это вот та цельная аудитория, о которой вам будет интересно. В 17-м году на грантовую программу по развитию фермерских хозяйств доведено 386 миллионов рублей. Гранты начинающим фермерам 236 миллионов, гранты семейным 150. Сравнитесь с 2016 годом на 50 миллионов меньше, на 12%. Муниципальными районами предварительно заявлено 148 участников по начинающим и 20 по семейным животноводческим фермам. В первоочередном порядке гранты будут предоставляться для развития молочного и весного животноводства. Необходимо обратить внимание сейчас на качество и полноту пакета документов на отсутствие задолженности, ну и весь порядок, который в постановлении прописан. С 2017 года максимальный размер грантов для начинающих фермеров изменился. На создание молочной фермы 3 миллиона рублей, на создание фермы весного направления 2 миллиона рублей, для остальных направлений не более полутора миллионов рублей. По семейным животноводческим фермам по-прежнему грант остался по молочному животноводству не более 21,5 миллиона рублей, по весному направлению 5,4 миллиона рублей, и прочие направления отцеводятся и так далее 3 миллиона рублей. При этом, вот еще срок деятельности КФХ на момент подачи заявки не должен быть в момент регистрации 24 месяца, не менее. Пакеты документов мы принимаем в Министерстве сельского хозяйства в Команданном на Катрию до 1 марта. В марте-апреле планируется рассмотрение и согласование, в мае-июне финансирование. По кооперации, в 2017 году на господдержку потребительской кооперации 38 миллионов рублей, направления поддержки остаются те же, это и визинг, это и грантовая поддержка на обновление материально-технической базы. С 2017 года также имелся порядок предоставления грантов, теперь не вновь зарегистрированные кооперативы могут получать гранты, а зарегистрированные и год осуществляющие, не менее год осуществляющие деятельность. Кооперативы по заготовке и переработке зерновых и зерновоборных культур под грантовую поддержку не попадают. Данные условия установлены федеральным бюджетом и Минсельхозом России. Еще ряд поддержек, которые в принципе есть для кооперации, это и по линии экономики, и некоммерческого партнерства гарантийных фондов в ТОВСКО власти, и микроизаймы. Хотелось бы сказать, что нам доведен план задания на 2016-2017 год, согласно которому мы должны создать 15 кооперативов. Кооперативов, 3 и 2 уже была создана в 2016 году, это в Автадовском сельском районе, на базе областных союза, знает ли, и выручить наверняка. Это, на сегодняшний день, простой кооператив по овощам. И второй кооператив – это Малахова Дона, в Аблийском районе, тоже получили грант, работают, заходят сейчас в социальную сферу, с отбитом. Два кооператива была создана в 16-м. На этот год задача для нас 13 кооперативов. Благодарю за внимание. Друзья, какие вопросы к заместителю министра? Мы сейчас должны удовлетворить свое любопытство, потому что я сразу хочу предупредить, что Ольга Анатольевна покинет наш зал немножко раньше, чем мы завершили наше общение, поскольку у нее сегодня еще напряженный график и предстоит видео каждой конференции. Я думаю, что, в принципе, понятно, на что можно рассчитывать и на что нельзя рассчитывать фермерам и членам кооперативов. И хочу обратить внимание на тот момент, который отметила Ольга Анатольевна относительно банков по льготным кредитам. На итоговой встрече в клубе Анатольевна, который мы проводили в декабре, руководитель ростовского подразделения Сбербанка России посоветовал фергам и всем аграриям поторопиться в банке. Потому что очень важно получить положительное решение, чтобы банки посмотрели и кредитную историю, и потенциальных получателей кредита, для того, чтобы когда будут поставлены все точки надрить, чтобы можно было потом не в очереди стоять со своим пакетом документов, а уже иметь положительное решение. Какие вопросы к Ольге Анатольевне? Нет? Будем надеяться, что они могут еще появиться. Пожалуйста.